Девушки отдыхают Больше нельзя Мать заставляла 9-летнюю дочь заниматься проституцией Женщину осудили за это страшное преступление А девочку отправили в детдом Почему ребенка не отдали опекунам, с которыми она прожила 7 лет? Я все-таки красивая, сексуальная женщина Я требую к себе внимания А может, не уделял мне этого? Прекрасно, сейчас разведемся И, пожалуйста, хоть очередь можете уйти Почти честь Мертворожденный ребенок стал преградой на пути к разводу Абсурд? Нет Закон, стоящий на защите прав матери, женщины А кто защитит права живого сына и его отца Узнаем в суде Я мать Как я могу отпустить своего ребенка в никуда? В психбольницу, практически Неплохие куда? Это кошмар и ужас Родители удочеренной девочки узнали, что она устраивает сексуальные провокации В отношении их родного сына Психиатры утверждают, что подобные отклонения в поведении их дочери неизбежны Отец готов отказаться от дочери, чтобы оградить от беды сына Истец Софья Лямина предъявляет иск о признании отказа органов опеки в назначении опекуном незаконным Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает Слушается дело Лямины Софьи Алексеевны С исковыми требованиями о признании отказа органов опеки и попечительства в назначении вас опекуном незаконным И об отмене данного решения назначения вас опекуном Ответчиком у нас является представитель органов опеки и попечительства Доверенность, пожалуйста, через судебного пристава передайте Так, данная категория дел у нас рассматривается с обязательным участием прокурора Председатель прокуратуры у нас присутствует Благодарю вас, присаживайтесь, пожалуйста Истец, обоснуйте ваши исковые требования Мы воспитывали Алиночку Марчук 7 лет с мужем А муж не просит назначить его опекуном только вы? Нет, понимаете, муж болен, ему отказано в опекунстве Я прошу только на себя Мы ее взяли, когда ей было всего два годика И мы ее любили как родную дочь Мы ей все для нее делали У нее, ее родная мама находилась на тот момент в местах лишения свободы Но так получилось, что она вышла и обратилась в органы опеки А простите, пожалуйста, мама, когда отбывала наказание, она была лишена родительских прав? Да, Ваша честь, родная мать девочки была лишена родительских прав во время суда за убийство на бытовой почве Но после того, как она вышла из тюрьмы, она обратилась к нам, собрала все документы и восстановилась в родительских правах Да, и к нам пришли, забрали Алиночку А через полгода она прибежала вся, вся избитая, вся в слезах, вся грязная, худенькая Я повела ее в ванную мыться, но не места живого не было Только я спрашиваю, Алиночка, что с тобой было? Она такие ужасы рассказала, ее родная мать продавала ее своим друзьям Ей всего 9 лет Мужики над ней издевались, насиловали, бычки об нее тушили Мы, естественно, обратились в полицию На нее завели снова уголовное дело Передайте Я возьму сейчас, скажите, а ребенок сейчас с вами проживает? Нет, у меня обратно его отправили в детский дом Мы пытались забрать То есть не к маме, а в детский дом? Да А что причиной послужило отказа, что вам отказали быть опекунами? Скажите Говорят, что у нас плохое материальное состояние И что у нас на данный момент нет собственности своей Квартиру вы имеете в виду? Да А где вы сейчас проживаете? Скажите, пожалуйста Мы проживаем у Свекровина, у нее хорошая квартира, двухкомнатная, большая Нам в ней хорошо, уютно, мы все умещаемся Ну как вы вмещаетесь, когда в этой двухкомнатной квартире Одну большую комнату занимает ваш муж, больной человек Это вызвано условиями его... Ответчик, я сейчас на вашем месте бы помолчала Куда вы так летели на всех парах? Что такое за паровоз у вас куда-то опаздывал? Что вы с такой скоростью восстановили ее в родительский паровоз? Она родная мать И она в приоритете А вот они, они не были усыновителями Семь лет они были только опекунами Они бы могли за усыновить ее, но они не сделали Ребенку было хорошо с ними? Да Ребенку было хорошо Хорошо А с мамой ребенку оказалось плохо? По факту, да А что, вы выбрали середенный вариант? Пусть лучше в детском доме? Ваша честь, причина отказа здесь вообще фактическая Давайте я скажу Во-первых, зарплата Слишком маленькая зарплата Будьте добры, пожалуйста Мне свидетельство о заключении брака Вы можете подтвердить? Вас свекровь сейчас поставила на регистрационный учет? Да Вы состоите с супругом, состоите на регистрационном учете? Да И справка о доходах есть у вас? Какой у вас совокупный доход? Я понимаю, что муж сейчас болеет 15 тысяч Я не с вами говорю Это только моя зарплата 15 тысяч А у нас еще свекровь получает пенсию И муж инвалидности Это у нас 38 тысяч получается Я считаю, что это вполне Но этот ребенок заслуживает большего Поймите, он пережил столько Что вы говорите? Что вы заслуживает Бога? Что вы говорите? Сделайте план Не в деньгах же счастье Сделайте план Опекунства Папа ребенка где? В неизвестном направлении Вы его искали? Искали, не нашли Алименты истребовали? Не у кого истребовать алименты А искали как? На лошадях? Как вы искали-то? С полицией Из дозора выходили Документы из полиции Ваша честь Поймите У них нет даже Ответчик Ваша задача Сейчас найти хорошего специалиста Который поможет ребенку восстановиться Сейчас ребенок Да, специализирован в детском доме И с ним работает специалист Но вы поймите Муж истицы болен И мы не можем допустить Чтобы ребенок Который пережил такую тяжелую Травму психическую Опять вернулся в эту семью И наблюдал агонию Муж истицы Который он всегда считал своим родным отцом Может он выздоровеет, дай бог Конечно Вот когда он выздоровеет Тогда и обращайтесь Семья Которая Заботилась О ребенке Как о своем родном ребенке Появляется мама На горизонте Из мест лишения свободы В темпе Я не знаю Польки Восемь шестнадцатых Вы восстанавливаете Его в родительских правах После этого Этой семьей Не занимаетесь Проверки не проводите Как мама исполняет Свои обязанности Не смотрите Это к чему приводит Ваша честь Вы сказали Если бы она была как родная Они могли бы усыновить Этого ребенка Но она была под опекой И сейчас они опять требуют опеку Мы рассматриваем в этом Карличный интерес Это деньги из государственного бюджета Да, правильно Абсолютно согласна Они пойдут на будущее От родного Но от денег не отказывайтесь Отличие Кому-то чуть-чуть побольше денег Из государственного бюджета Людям, которые Истец Ее супруг Свекровь Которые идут навстречу И делают все для этой семьи Нет, нельзя им побольше денег Из нашего большого Государственного бюджета Все строго в рамках закона Больше нельзя Ой, так Вы свидетелей просили Да Пригласите, пожалуйста Пригласите, пожалуйста Свидетельца Свидетельца Войдите Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, Ваша честь Меня зовут Черепанова Елизавета Юрьевна Я соседка Семьи Ляминых В частности Софьи Алексеевны Лет 7 или 8 назад В семье Ляминых Появилась Крошечная девчушка Звали ее Алиночка Вот она, пожалуйста Уже теперь какая Посмотрите, красавица А это их семья Мы все соседи Считали Что Алиночка Живет в родной семье По тому душевному теплу Отношению Которое было В этой семье к Алине Скажите, пожалуйста К вам представители Органы опеки С опросом приходили? Нет Не приходили Вы знаете, для нас Вот эта ситуация Стала вообще Ну, скажем так Это нонсенс Я вам говорю Что настолько душевно Настолько Столько любви Было В этой семье Отвечек, скажите, пожалуйста А вот в этой ситуации Вот при этих Данных обстоятельствах Когда в отношении мамы Возбуждено уголовное дело Почему вы не ставили вопрос О лишении родительских прав Мы сейчас собираемся Занимаемся сбором документов И оформлением По-другому Сформулирую вопрос Скажите, пожалуйста Сколько времени Вам понадобилось Чтобы восстановить маму В родительских правах? Три месяца А сейчас уже Сколько вы занимаетесь Сбором документов? Ну, около двух месяцев Мама находится в СИЗО? Да То есть ничего не мешает Собирать документы? Ну, мама Вот нашей С которой надо беседовать Там обстоятельства узнавать Она вот под рукой Можно вставать Ехать, доехать Не надо отлавливать никого Нам сейчас мешает Мы не хотели бы Передавать ребенка Именно ИСТИЦе Ну почему? Да потому что Потому что муж болен Нет своего жилья Вы понимаете? Мы сейчас рассматриваем С вами вопрос Отношения опекунства ИСТА Да У ИСТА нормальное состояние здоровья? У ИСТА, да Замечательно Ваша честь Вот здесь Неоднократно звучало Звучал вопрос Материального положения Да? Вот, пожалуйста Выписка из моего Банковского счета Сберкнижка Здесь не мог Увести какие деньги Но 500 тысяч Я хочу пожертвовать Семье Черепановых Вы не спешите Вы не спешите Вы сможете всегда Подарить деньги Так как Чтобы Алиночка Осталась В семье Которую ее Я поняла Оставьте свою выписку Оставьте свою Ну а где же вы раньше Что-то были Чего документы Сразу не оформили Смотришь И решение было бы другое Слушайте Ну я просто в шоке Отвечи Какое было бы решение другое Ну какое И квартиру Я Алиночке завещаю Я одинокая женщина У меня никого нет Послушайте Послушайте Документы где? Послушайте Ну нельзя же так Концы концов Вы знаете Вот точно Вот я прошу вас Вы лучше помолчите Потому что Сидящие во мне Они считают Что только деньгами Все измеряется Понимаете? Сидящие во мне Вот отношения К вашим словам Оно у меня Знаете Вот здесь Вот уже Сейчас еще слово Произнесете И будет вот отсюда У меня Понимаете? Поэтому я вам советую Лучше помолчите Душевное тепло Которое Свидетель Свидетель Вам ничего не мешает Выйдить из зала сюда Сделать все то Что вы хотите сделать Мой вам совет Ситуации жизненные Они очень разные Бывает Никогда не надо Торопиться Девочка сейчас Находится В очень сложном Психологическом Состоянии Вы хотите Оставить ей Квартиру Для того Чтобы органам Опеки Что-то доказать Не надо Ничего Чтобы они Не думали Что ничего Не будет Не надо Не надо Ничего Доказывать Сейчас Не надо Рассмотрите Вопросы СОМ Может быть Вам стоит Заключить Договор Рентный договор Договор Один ребенок Умер Второй Психическая Аномалия Суд считает В этой части Необходимо Передать Дело В правоохранительные Органы Для проведения Соответствующего Разбирательства Принятия решения О возбуждении Уголовного дела И привлечении К уголовной ответственности Лиц виновных В том Что Мама была Восстановлена В родительских правах Что привело К той ситуации При которой Девочка На сегодняшний день Находится В специализированном Учреждении Истец Будем внимательно Читать договор Об опекунстве Посмотрите Чтобы там Были слова Написаны Возмездный характер Суд огласил Своё решение Дело Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Я очень рада Что Алиночку Нам вернули Что мы будем Продолжать жить Одной дружной семьёй Я больше никогда Не допущу таких ситуаций И никому не позволю Её обидеть Мы проведём Расследование В органах опеки И разберёмся Почему специалист Передавший ребёнка Родной матери Не рассмотрел В ней чудовище Готово на любые преступления В этом суде Жарко зимой И летом Я люблю тебя Я люблю сына Что мне сделать Ещё для этого Что мне сделать Скажи Чего Неоправда В червюсе Сиди там Хотите знать Что ждёт вас В будущем Присмотритесь К своим детям Ты мне больше не мать Зачем ты ребёнка Подводишь под статью Он же сядет Так же как сидел ты Вот я считаю Что моя мама Лучше Мать Тереза Ты ей дал денег На аборт И потом ещё написал В следующий раз Предохраняйся Да с чего вы взяли Что я говорила себе Не говорите Что вы не видели Он обязан Платить мне алименты Вот тебе они алименты Поняла Шельма Битва за будущее Он сейчас в больнице Довела она его Я довела А кто я что Не кричите Не кричите Каждый будний день С 14 до 15 На нашем телеканале Истец Владимир Кустарёв Обратился с иском Об установлении Происхождения ребёнка Родившегося мёртвым Ответчик Наталья Кустарёва Уверена, что иск мужа Уловка для ускорения Решения по разводу Слушается дело Кустарёва Владимир Васильевич С исковыми требованиями Об установлении Происхождения ребёнка Который родился мёртворождённым Ответчиком является Кустарёва Наталья Петровна Так, пожалуйста Владимир Васильевич Я вас слушаю Дело в том, что Мы уже во второй раз У вас находимся Первый раз Нас развести не смогли Там была причина Что я подавал на развод Потому что мы с сыном Тогда застали Бывшую супругу Вернее, супругу За прямо актом измены Там у ребёнка Началась психологическая травма Что ты всё выдумываешь? Ничего такого не было Ваша честь Не слушайте его Пожалуйста, помолчи И в тот момент Она достала тогда бумаги О беременности Что для меня тогда был шоком И возражала против расторжения брака Да, и она тогда уцепилась За вот это законодательство Что закон на её стороне Но я точно знал Что этот ребёнок не от меня И всем И ей это было сейчас очевидно И вот я сейчас Хочу просто основательного Вот уже в суде заключения Что это ребёнок не от меня Прошу вас Да, развести Я просто не понимаю Абсурд Почему я должен год ждать В квартире Нет, немножечко не так То есть Я вот поэтому хочу Уточнить ваши Войсковые требования Потому что Когда у нас Ну, к сожалению Так бывает Дети рождаются мёртвыми Да, это ужасно Нет, нет, нет Там есть определённый порядок Но он существует Когда документы Направляются в органы ЗАГСа Там выдаётся справка У вас что, нет этой справки? Вам зачем это надо? Мне надо Прежде всего Суд при том Что это же Ну, как вам сказать Это регламентировано законом Это установлена Сама по себе процедура Как всё это происходит Ну, мне нужно это для того Чтобы ещё раз доказать Наверное, уже всему свету Что это ребёнок не от меня Это нет Нет, от того, что Выдана справка Что мёртворождённый ребёнок Как-то доказывает Что он не от вас Это вот как это у вас Это связалось? Ну, смотрите Нас в тот раз Не развели По той причине Это правильно По той причине Что ответчик была беременна Разражала против Расторжения брака У неё такая же была Возможность возражать Против расторжения брака Если б ребёнок Остался жив Правильно До достижения И тогда я бы доказывал Отцовство Да Если бы отцовство Не установилось Что сейчас вот На этой бумаге Сказано То таким образом Мне бы развели Мне бы не пришлось год ждать И так далее Сейчас Вся ситуация в том Заключается Что мы сейчас С сыном вынуждены Из-за вот этого Судебного решения Из-за нашего закона Жить у моих родителей Это недалеко Видеть Наблюдать каждый день Эту картину Когда этот Половой гигант Продолжает Ходить в мою квартиру Не так Тогда истец Тогда давайте так Есть возможность У вас Но это Будет просто нарушение Процессальное Если ваша задача И цель Это всё-таки Расторгнуть брак Расторгнуть брак И въехать В свою собственную Квартиру Купленную до брака Ну Давайте До квартиры В этой ситуации Поскольку причиной Отказа В расторжении брака Была беременность Истиция Да Вы можете Обратиться В последующем В суд В этот же суд Ну Который принимал решение С заявлением У рассмотрения дела По вновь открывшимся Обстоятельствам Это сложный путь Вновь открывшиеся Обстоятельства Достаточно Принести Из ЗАГС Содубликат справки О том, что ребёнок Родился мертворождённым И отпадает причина По которой суд Вас не развёл Но это такой Длинный путь Либо вы можете Просто заявить Исковое требование О расторжении брак Ваша честь А если Сейчас появится Вот буквально Опять беременность Какая-то Чтобы вы понимали Мы сейчас вместе Не живём Уже давно Но сейчас появится Ну брак это мы Официально состоим Сейчас появится Какая-то Ещё одна изощрённая Нет-нет-нет-нет Это всё будет учтено Вот при расторжении брака Будет всё в данном случае учтено Учтено, что мы вместе не живём Всё будет учтено безусловно Поэтому мне сложно вам советовать Я вам сказала два варианта Которые могут быть Вы можете пойти более длинным путём Можете пойти более коротким путём Вы можете просто прийти к мировому суде Написать исковое заявление Просто написать Да, что прошу расторгнуть брак В связи с тем Что ранее было принято решение судом От такого-то числа Там моя супруга возражала Против расторжения брака В связи с беременностью В настоящий момент Прилагаю справку из ЗАГСа Подтверждаю Что ребёнок был мёртворождён Да Следовательно Причина невозможности Расторжения брака Отпала на момент Рассмотрения данного дела Всё То есть важность отцовства Как такового Уже не имеет значения Абсолютно Какая вам разница Для меня это важно Но мы не можем с тобой развестись Я поняла, что я люблю его У нас есть общий сын Витя Нет Нет Отвечек Я не собираюсь никуда уезжать С этой квартиры Витя, который всё видел И которому я сейчас психологу Нет, я поняла Отвечек Это ваше право Конечно Вы можете возражать Против расторжения брака Но так как у нас супруги Возражают в обычном порядке Излагая перед судьёй Свои определённые доводы В этой ситуации Я могу вам сказать Что шансы ваши Того, чтобы вам дадут Срок для примирения Даже там Месяц Два-три месяца Минимальны Потому что Истец в этом случае Достанет тест ДНК Представит его в суде И докажет Что ребёнок Который, ну, к сожалению Не выжил Не является его При данных обстоятельствах Любой суд придёт К выводу о том Что сохранение семьи Невозможно Ваша честь Спасибо Сейчас я чувствую Что суд вполне справедливо И не то, что на моей стороне Но чувствую справедливость Нет, не в этом дело Ещё раз Вот поймите Что люди Должны В полном объёме Понимать Как им защищать Свои нарушенные права Поэтому на суды Возложена обязанность То, когда они сталкиваются Что сторона Не те способы Да, защиты Для себя избрала Обязанность суда Разъяснить сторонам Правильный способ защиты Поэтому Вы имеете возможность Поменять предмет И основание Заявленных вам Исковых требований Предмет Это что вы просите Основание Кем вы доказываете Формулировать надо На развод опять Иск опять Формулируйте То есть Вернуться назад Шаг назад Первый мой Иск на разводе Формулируйте Истец Вы В ходе Судебного разбирательства Меняете Предмет Заявленных вам Исковых требований И вместо Предмета Исковых требований Об установлении Происхождения Ребёнка Родившимся Мёртвым Вы просите Произвести Развод Сейчас это можно сделать Да, я поэтому И говорю Вы можете Сейчас Ваша честь Пожалуйста Разведите меня Прямо сейчас С этой женщиной Ответчик ИСОМ Уточнёт Предмет Заявленных Исковых требований То есть Вместо Исковых требований Об установлении Происхождения Ребёнка Родившимся Мёртвым Вместо этого Предмета Исковых требований Истец Заявляет Исковые требования О расторжении Брака В связи с Невозможностью Сохранения Семьи Основания Остались Все те же самые Потому что Суд не может Принять Изменение Предмета Если Вместе с предметом Меняются И основания Да В данном случае У нас Основания Остались Все те же самые Основания Для этого Иска И основания Для расторжения Брака Что Ребёнок Родился Мёртвым И следовательно Вы Не можете Воспользоваться Той льготой Которой Предоставленной Для женщин Беременных И родивших Детей В возрасте До одного Года Когда вы Не имеете Право Возражать Против Расторжения Брака А суд Не имеет права Этот брак Расторгнуть Поэтому В данном случае Поскольку Ребёнка У вас Нет И следовательно Вот этой льготы Не существует Истцом Заявленные Исковые требования У расторжения Брака Ответчик Вы заявленные Исковые требования Признаёте Или возражаете Ваша честь Я с иском Расторжения Брака Не согласна Я по-прежнему Хочу исправить Сложившую ситуацию Отвечем Не исправиться Расскажите Пожалуйста Расскажите Пожалуйста Суду Как вы видите Что вы способны Сохранить семью Вы в настоящее время С истцом Совместно Проживаете В настоящее время Мы с истцом Совместно Не проживаем Общее хозяйство Не ведёте Общее хозяйство Не ведём Семейный бюджет Отсутствует В течение Какого времени Вы не проживаете Совместно Ну мы уже Не проживаем Где-то Год Совместно Год Скажите Пожалуйста Вы проживаете В квартире Истца Да Я проживаю В квартире Истца На каких основаниях Ну на том основании Что я его жена И мать его сына Я не собираюсь Никуда выезжать Из этой квартиры Там же зарегистрирован Мой любимый сын Витя И туда же приходит Этот человек Он приходит ко мне Для того чтобы помогать Если я правильно поняла Ребёнок с вами проживает Ребёнок со мной сейчас Да У моих родителей Мы живём рядом Но по рекомендациям Психолога Никаких встреч С мамой пока не может быть Как только Ребёнок скажет Папа я хочу Там с мамой Увидеться Я ни в коем случае Не буду препятствовать этому И Никто у неё не отнимает Ребёнка И так далее Ваша честь Но он водит сына По каким-то Сомнительным психологам Нарушает психику Этого Моего сына Его самого лечить Уже нужно И отправить к психиатру Давно-давно Истец Пути добры Пожалуйста Мне решение суда Предыдущее Свидетельство О заключении брака Оригинал Свидетельство О рождении ребёнка А с вас справочку Из ЗАГСа Через судебного пристава Передайте пожалуйста Ваша честь Мой муж Володя Он виноват В измене На которую я пошла Он спровоцировал её Своим невниманием Ко мне Чем спровоцировал Своим невниманием Ко мне А Послушайте А вы не могли Я конечно Вот знаете Даже сейчас Не как судья А со стороны Просто хочу вам сказать А вы не могли Вот это компенсировать Невнимание Где-нибудь В другом месте А не в квартире Где вы живёте С ребёнком И с мужем Нет Ну понимаете Ваша честь Так получилось Я всё-таки Красивая Сексуальная женщина Я требую к себе Внимания А муж постоянно Уезжал Он не уделял мне этого Прекрасно Сейчас разведёмся И пожалуйста Хоть очередь Можешь себе устраивать Ваша честь И он виноват В смерти Моего нерождённого ребёнка Я ещё виноват Потому что Потому что Он всем говорил Какая я Сука Какая тварь Обсуждал Всем это кому? С моими друзьями И что? Со своими родителями Всё это спровоцировало Нервный стресс Врач сказал Что нельзя нервничать В таком состоянии А у меня началась Депрессия И поэтому Я родила Мёртвого ребёнка Ваша честь Но я и так Уже Очень сильно наказана Простите Ну вот Мало ли что Я и так уже наказана тем Что не родился Желанный ребёнок Не стыдно Нашим общим друзьям Смотреть в глаза Потому что Походы вот этого Плавого гиганта Они продолжаются И сегодня вечером Он пройдёт там А утром уйдёт Володя говорила Что он ходит Мне помогать Это позор вообще В этом районе Я просто хочу Там уже сделать дезинфекцию И подальше Я тебя отвезу К родителям твоим Помогу тебе забраться Меня все бросили В этом состоянии От меня все отвернулись А только он ходит Ко мне помогать Он приносит мне продукты А люблю я только Володю Я это уже поняла Здорово И у нас есть общий сын Этот к ней ходит А вот от этого будут дети Сын тоже меня очень любит Он хочет быть со мной Но Володя этого Не допускает И не разрешает Ваша честь Сделайте так Чтобы мы не развелись Я хочу остаться В этой квартире Со своим сыном Вот чего ты хочешь Я не хочу никуда уезжать Ваша честь Она хочет остаться В этой квартире Мне как-то всё время Знаете Вы начинаете говорить Мне так Ну Правильно Начинаете говорить Про любовь Про ребёнка А заканчивается Оставьте меня В этой квартире Но это была всего лишь Федическая измена Поймите Я уже третий раз это слышу От вас Ответчик Так Сот удаляйся Прошу всех встать Далее в программе Я мать Как я могу отпустить Своего ребёнка В никуда В психбольницу Фактически Не просто никуда Это кошмар И ужас Родители удочерённой девочки Узнали Что она устраивает Сексуальные провокации В отношении Их родного сына Психиатры утверждают Что подобные отклонения В поведении Их дочери неизбежны Отец готов отказаться От дочери Чтобы оградить От беды сына Суд оглашает решение Принятое по делу Суд приняв Изменение предмета Заявленных исковых требований Которые были сделаны Истцом В судебном заседании Проверив эти изменения На соответствие закону Считает что Изменение предмета Исковых требований Полностью соответствует закону Основание исковых требований При этом у истца Не меняется Поэтому суд рассматривает Спор между супругами О расторжении брака Заслушав исковые требования Истца возражения ответчика По заявленным исковым требованиям Суд считает необходимым Брак между супругами Расторгнут И выносит решение О расторжении брака Поскольку суд пришел К выводу о том Что фактически Сохранение брака Между супругами Стало невозможным В данном случае Суд выносит решение О расторжении брака поскольку отпала причина, по которой ранее суд не мог расторгнуть брак, а именно беременность ответчицы и наличие ребенка, не достигшего возраста одного года. Поскольку, к сожалению, ребенок родился мертворожденным, то, следовательно, в данном случае несогласие ответчицы на расторжение брака не имеет правового значения. Таким образом, естественно, ответчик брак между вами расторгнул. Суд при расторжении брака также учел это обстоятельство, что ответчик материально ребенка не содержит, не принимает участие в его воспитании, не заботится о нравственном и физическом развитии ребенка. Поскольку и самоответчикам в данном судебном заседании спор о проживании ребенка с кем-то из раздельно проживающих родителей не заявлялся, поэтому на сегодняшний день ребенок продолжает жить там, где он фактически в настоящее время живет. Если ответчик посчитает, что необходимо определить место жительства ребенка совместно с матерью, вы вправе будете обратиться в отдельном исковом производстве с данными исковыми требованиями, аргументируя свою позицию, что ребенку проживать с вами значительно лучше, комфортнее и, самое главное, полезнее, чем с отцом. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Благодарен суду за то, что, несмотря на юридические формулировки искового заявления, суд увидел реальные судьбы людей, помог мне. В плане жены, значит, даю ей три дня на выселение из квартиры, дальше делаю дезинфекцию, с сыном заезжаем и возвращаемся к нормальной жизни. Я, конечно, не ожидала такого поворота событий. Судья сегодня в один момент лишила меня всей моей семьи, и мужа, и сына. Я не знаю теперь, как буду жить и что буду делать, но я буду бороться. И просто так своего ребенка я ему не отдам. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение трехсот дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за три тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Сергей Шалимов заявляет иск об отмене усыновления. Ответчик – органы опеки и попечительства – против отмены усыновления. Третье лицо – Лариса Шалимова – против отмены усыновления. Слушается дело Шалимова Сергея Захаровича с исковыми требованиями об отмене усыновления. У нас представитель органов опеки и попечительства. И вы – третье лицо Шалимова Ларисы Геннадьевны. Вы супруга истца? Да, совершенно. Данная категория дел у нас рассматривается с участием прокурора. У нас представитель прокуратуры присутствует в зале. Благодарю вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, истец, я вас слушаю. Ваша честь. К большому сожалению, открылись обстоятельства в нашей семье, которые, как я считаю, непреодолимые, являются для нас супругой непреодолимыми. Действительно, 13 лет назад мы удочерили девочку. Ее зовут Ксения. На тот момент у нас еще уже был сын Алексей. Тогда ему было 4 года, сейчас ему 17 лет. Все необходимые документы есть. К сожалению, странности стали наблюдаться где-то последние полгода. Однажды, когда я приехал домой с работы, фактически я увидел, как она соблазняет нашего сына. И я был вынужден в буквальном смысле оттащить ее от Алексея. Конечно, я стал ругаться, кричать. В ответ она меня стала грубить. И я вот в запале этого гнева выкрикнул о том, что она нам совсем не родная дочь. Вот поэтому, Ваша честь, с ней случился приступ нервный. Оказывается, выяснилось, что Ксения, ну, так вульгарно вызывающе себя ведет уже достаточно приличное время. И не только с ним. И, знаете, я как-то раньше не придавал значения тому, что, ну, как я считаю, что девочка тоже пыталась как-то соблазнять меня. Ну, пройдется в нижнем белье. Я это воспринял нормально, поскольку я ее воспитывал с детства. И, знаете, вот даже в телефоне есть... Простите, естественно, а сколько сейчас девочке? Девочке сейчас 14 лет. То есть такой подростковый возраст, да. Вы знаете, вот здесь даже фотография, где она сфотографирована вот в таком буквально, извините, вульгарном виде. Эта фотография была с телефона моего сына Алексея, поскольку она однажды просила его сфотографироваться. Ну, хорошо, простите, но вы как-то пытались с ней разговаривать? Или после того, как она услышала, что она вам не родная дочь, все совсем стало плохо? Конечно, я пытался с ней разговаривать и выяснить, почему она так себя ведет по отношению к брату, что происходит. Ну, она еще больше замкнулась, что-то кричала в ответ. В результате мы с женой решили обратиться к психологам. По рекомендации психологов мы даже прошли обследование у психиатров, вернее, обследовали девочку-психиатру. И к нашему большому сожалению, вот есть заключение психиатрической экспертизы, есть заключение о том, что девочка страдает нимфоманией. То есть это такое врожденное психическое заболевание. Мы, конечно, я могу предоставить вот эти документы. Будьте добры, пожалуйста. Истец, у меня к вам вопрос. Какую рекомендацию он дает? Вы знаете, рекомендации здесь такие, что ребенка необходимо лечить, но, к сожалению, эта болезнь неизлечима, и она будет прогрессировать из года в год. Вы знаете, я просто так решил, что я не могу рисковать вообще судьбой своего сына, потому что, к сожалению, от дочки, вот от этой девочки ожидать еще можно чего угодно. Да, естественно. Вы один требуете отмены удочерения? Да, я требую это один. Но если вы просите отменить удочерение, а ваша жена не просит отменить удочерение, это означает, что она остается мамой. Это означает, что ребенок имеет право проживать совместно с мамой. Мама обязана заботиться о нравственно-физическом здоровье ребенка, о ее психологическом развитии. Ну вы как себе это в деле? Вот в реальности как вы это представляете? Я понимаю, что действительно у нас одна общая квартира 68 квадратных метров. И я понимаю, что мы не сможем там разойтись. Но я понимаю, что есть определенные риски и опасность для моего сына. То есть он вполне может попасть в тюрьму, то есть он подлежит уголовной ответственности, несмотря на то, что ей 17 лет, эта девочка его соблазнит. И поэтому я вплоть до того, что если она желает с ней жить отдельно, пускай живет с ней отдельно. Я буду тогда решать этот вопрос о разделе нашей квартиры, чтобы жить с сыном отдельно. Я тоже очень люблю ее. Дайте нам время! Но я считаю, что наша дочка должна находиться в специальном лечебном учреждении. Я не отказываюсь от нее. Да вы не знаете, что это за учреждение. Мы будем ее навещать, мы будем помогать ей всячески. Но я хочу, чтобы ее изолировали, чтобы она лечилась отдельно, так скажем, не подвергать риску своего сына и будущей своей семьи. Ваша честь, органы опеки понимают законность требований истца, понимают. Но мы хотим использовать последний шанс обратиться к гуманности отца, потому что все-таки нельзя так... Он не понимает, вот если бы хотя бы раз были в специализированном интернате, где дети с таким диагнозом, вам бы кошмарный сон до конца жизни снился бы. Вы же даже не пытались ее лечить. Понимаете, вот с мамой мы беседовали. Девочка в шоке, во-первых, когда ей проводили экспертизу, Ваша честь, мы беседовались с Ксюшей, она в шоке от того, что узнала, что она не родная. То есть еще тут плюс 14 лет, гормональный взрыв. И вот на фоне этого ей проводили экспертизу. Еще плюс этот нервный... То есть у нее критическое обострение было. Это все рассуждение. А насчет... Я понимаю все, понимаю. Отвечек, если у нас родители говорят, что они не справляются с воспитанием детей. Мы не пытались ее лечить, даже не было попытки. У нас еще даже времени не было с этим справиться. Дайте нам время. Вот и я об этом. Ты куда торопишься? Дорогая, если ты хочешь лечить, лечи. Ну тогда мы будем жить с тобой отдельно, ты понимаешь? Мы тогда вообще будем всегда жить отдельно. Ваша честь, моя гуманность как раз и проявляется в том, что я хочу лечить ее специализированным учреждениям. Да вы не сможете лечить, вы отказываетесь от родительских прав. Уже не вы будете распоряжаться, где ее лечить. Вы об этом не думаете? Да, несмотря на то, что в свое время жена настояла на удочерение, так скажем. А вы что, были против? Да, я пошел на ее уступки. Когда вы к нам приходили, вы оба хотели этого ребенка. Что значит уступки? Что значит жена настояла? Нет, это вы сейчас... Это наше совместное решение было. Это будет для нашей общей пользы. Для нашей общей пользы. Мы же отслеживали ситуацию вашей семьи. Почему вы сейчас говорите? Что дальше будет усугубляться эта болезнь? Ты хочешь когда-нибудь зайти в комнату и увидеть меня с дочкой в постели? Но вы взрослый мужчина, что вы сейчас вообще говорите? О чем говоришь-то, господи? Вы себя контролируете? Да, я взрослый мужчина, я себя контролирую. Ну а о чем речь-то? Ну бред какой-то. Вы где находитесь? Ну мало ли. Знаете, каждый день, каждый день мы живем как на вулкане. Провокации. Я понимаю позицию органов опеки, у вас... Мы все шансы используем, понимаете? Задача такая, у вас задача. Понимаете, я мать. Как я могу отпустить своего ребенка в никуда? В психбольницу, фактически. Непроки никуда, это кошмар и ужас. О какой семье он после этого речь ведет вообще? Я спасаю нашу семью. Мы показали ее одному специалисту. И что? Почему одному? И сразу диагноз. Мы показывали психологу. А вы перед заседанием сюда не могли еще двум-трем показать или пригласить? Да я не успела, а я же вам говорю. Он мне просто не дал времени. У нас было достаточно? Нет. Достаточно времени? Нет, недостаточно времени. Вы долго обсуждали с тобой эти вопросы. Я считаю, что дочка психически опасный человек. И я доверяю специалисту, который нам сказал, что каждый год это состояние будет усугубляться. И может иметь другие последствия. Так. Суд удаляется для принятия решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, заслушав представителей органов опеки и попечительства при общих заключениях к материалам дела, а также соответствующее медицинское заключение, заявленные исковые требования удовлетворяет и отменяет удочерение в полном объеме как ИСЦА, так и ответчика. Суд передает 14-летнего ребенка на попечение органов опеки и попечительства и взыскивает с бывших удочерителей алименты на содержание ребенка в размере одной четверти заработка измечено на содержание ребенка до достижения ребенка в совершеннолетие. Поскольку вы были папой, естественно, алименты взыскиваются с вас. Суд отменяет удочерение, потому что фактически один из удочерителей отказывается от выполнения возложенных на него обязанностей. В настоящее время между ребенком и ИСЦА разрушились отношения, необходимые для нормального развития и воспитания ребенка. Это обусловлено с тем, что проявились наследственные отклонения в психическом состоянии здоровья девочки, и эти отклонения сделали практически невозможным вопрос ее дальнейшего воспитания в семье. Истец и ответчики суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Психически больной ребенок должен жить в специальном учреждении. Мы, конечно, и будем помогать, но я доволен тем, что я спас свою семью и своего сына. К сожалению, Ксению придется поместить в специальное медицинское учреждение, боюсь, что пожизненно. Если не найдется опекун, готовый принять ее с таким диагнозом. Но это вряд ли. Я буду бороться за свою дочь. Всеми усилиями буду пытаться изменить решение своего супруга. Она нам родная. Чем отличается битва за будущее от обычного суда? Я предлагаю тогда перестать говорить о любви, давайте поговорим об отцовстве, которое у нас иногда случается и без любви. Тем, что здесь решаются судьбы детей. Мы детей в чужие страны не депортируем. Здесь сердце разрывается от боли. Бабочка, я не понимаю, почему ты ко мне сейчас так относишься? Что я тебе плохого сделала? Не пытайтесь даже разжалобить меня. Здесь судья Елена Дмитриева защищает детей от безумия родителей. Взыскать 500 тысяч рублей. Да, Крюша, не хватит. Взыскать 500 тысяч рублей. Я же знаю, ты запрошу заработать. Взыскать 500 тысяч рублей. Смотрите новый проект «Битва за будущее». Но задача матери не только одеть, а будь и накормить. А как я жила все это время? Кто-нибудь знает? Вам за это медаль дать? Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok